Что делать, если с банковской карты украли деньги? Предположим, к вам на телефон пришло СМС о том, что с карты списали деньги, но вы ничего не покупали, переводы не делали и наличные не снимали. Вероятно, ваша карта или ее данные попали к мошенникам. Что делать и можно ли вернуть похищенное? Если коротко, то нужно сделать следующее. Немедленно заблокировать карту, сообщить в банк по горячей линии о краже денег и написать в отделении банка заявление о несогласии с операцией. Сделать все это необходимо не позднее следующего дня, после того, как банк уведомил вас об операции, которую вы не совершали. Если вы соблюдали правила использования карты, в частности, не хранили пин-код вместе с картой и никому не сообщали ее данные, то велик шанс вернуть украденные деньги. А теперь давайте разберем по шагам, что нужно будет сделать. Заблокируйте карту. Чтобы отрезать мошенникам доступ к оставшимся деньгам на карте, ее нужно немедленно заблокировать. Сделать это можно разными способами. Первый способ. Через мобильное приложение банка. Если оно у вас установлено и там есть операция блокировки карты, найдите в приложении нужную карту и выберите команду «Заблокировать». Второй способ. По телефону горячей линии. Номер для экстренной связи указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте банка. Лучше заранее сохранить этот номер в телефоне, чтобы не тратить время на поиски. Оператор службы техподдержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или код из смс-сообщения, которое он вам вышлет. После этого сотрудник банка заблокирует карту. Третий способ. В онлайн-банке. Зайдите в личный кабинет на сайте банка, найдите опцию «Заблокировать карту» и подтвердите свое действие кодом из смс. Четвертый способ. Блокировка карты по смс. Некоторые банки позволяют блокировать карты по смс. Обычно для этого надо отправить на короткий номер банка кодовое слово, например, «Блокировка», и через пробел последние четыре цифры номера карты. Если у вас только одна карта, то цифры можно не вводить. Банк и так поймет, о какой карте речь. Вы получите код, который надо снова отправить на номер банка для подтверждения блокировки. Пятый способ. Блокировка карты в отделении банка. Если сообщение о незаконной операции по вашей карте застало вас рядом с офисом банка и у вас есть с собой паспорт, то вы сможете не только заблокировать карту, но и сразу написать заявление на возврат денег. Сообщите о краже и оформите возврат денег. По закону банк обязан вернуть деньги, если вы выполнили два условия. Первое условие. Вы сообщили банку о краже денег с карты не позднее следующего дня, после того, как банк уведомил вас о подозрительной операции. Не успеете, банк имеет право вам отказать. Второе условие. Вы не нарушали правила безопасности при использовании карты. В частности, не сообщали мошенникам данные карты, не хранили пин-код вместе с картой, не писали код на самой карте, не позволяли никому делать ксерокопии или фотографировать вашу карту. Если банк докажет обратное, то не вернет вам украденные деньги. Как именно вы должны сообщить о краже, по телефону или лично в отделении, прописано в вашем договоре. Чтобы не терять времени, лучше сразу позвонить в банк и уточнить порядок действий у оператора. Но в любом случае вам придется сходить в отделение банка, чтобы написать заявление о несогласии с операцией с требованием вернуть деньги. Сохраните у себя копию заявления с отметкой о том, что банк его принял. Поскольку кража денег – это уголовное преступление, напишите заявление в полицию. Возможно, ваша информация поможет быстрее вычислить и поймать преступников. Банк проведет служебное расследование. В нем примет участие и платежная система. Если мошенники действовали на территории России, то по закону служебное расследование может длиться максимум 30 дней. Если операция была международной – 60 дней. По итогам расследования с вами свяжется сотрудник банка и сообщит о решении. Если банк убедится, что вы не нарушали правила использования карты и при этом опротестовали операцию вовремя, вам вернут деньги. Но возможны и другие варианты развития событий. Давайте рассмотрим их. Допустим, банк согласился вернуть деньги, но затягивает перечисление средств. Часто банки указывают срок возврата денег в договоре. Например, это может быть 30 или 60 дней. Если за это время банк не пополнил ваш счет, можно обращаться в суд. Если же в договоре с банком сроки не установлены, то банк должен выполнять требования Гражданского кодекса. Статья 314 предписывает всем, в том числе банкам, выполнять свои обязательства в разумный срок. Этот разумный срок вы и банк можете понимать по-разному, но в кодексе есть уточнение. Обязательства должны быть выполнены в течение 7 дней, с момента, когда вы предъявите свои требования. Другими словами, вы можете подождать пару недель, если за это время деньги не вернут, то идите в банк писать заявление. В нем, со ссылкой на Гражданский кодекс, нужно потребовать перечислить украденную сумму в срок до 7 дней. В этом случае первым делом нужно потребовать от банка письменный отказ с обоснованием, почему он не соглашается вернуть деньги. Если банк такой отказ-то не выдаст или выдаст, но обоснование вам покажется неубедительным, стоит обратиться в суд. Если вы не нарушали договор с банком и вовремя сообщили о незаконной операции, скорее всего суд примет решение в вашу пользу и деньги вам все-таки вернут. Что делать, если банк не уведомил вас о незаконной операции? Можно ли в таком случае вернуть деньги? По закону банк обязан уведомлять вас обо всех операциях по карте. Каким именно способом он это делает, прописано в вашем договоре. Это могут быть смс-оповещения, письма по электронной почте или другие способы. Если мошенники украли деньги с карты, а ваш банк не сообщил вам об операции, то по закону он обязан возместить потери, даже если вы обнаружили кражу денег со счета не сразу, а через месяц или год после того, как она произошла. В этом случае сначала нужно написать заявление в банк с требованием вернуть незаконно списанные деньги. Если же банк откажется их перечислить, то можно идти в суд. Как защитить деньги на карте от мошенников? Всегда следуйте нескольким главным правилам владельца карты. Первое. Контролируйте операции по счету. Например, подключите услугу SMS-информирования по всем своим активным картам. Тогда вы будете сразу получать уведомления о каждой операции по карте. Вместо SMS-сообщений можно выбрать пуш-уведомления в мобильном приложении банка. Они всегда бесплатны и не засоряют память телефона. Но в этом случае важно следить, чтобы у вас всегда был подключен мобильный интернет. Иначе пуш-уведомления можно получить с серьезным опозданием и не успеть вовремя сообщить банку о краже денег. Второе. Никому не сообщайте пин-код, CVC или CVV-код, секретный код на оборотной стороне карты, срок действия карты и другую информацию. Например, если вам звонят якобы из службы техподдержки банка или якобы менеджер банка говорит о том, что ваша карта якобы заблокирована, не стоит сообщать им данные своей карты. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит у вас секретную информацию, такую как пин-код или CVC-код. Третье. Не позволяйте продавцам и официантам уносить карту из поля вашего зрения. Всегда прикрывайте рукой клавиатуру терминала оплаты или банкомата, когда вводите пароль. Стоит также следить за тем, чтобы с камер наблюдения не было видно, как вы набираете пин-код. Четвертое. Заходите только на проверенные сайты и никогда не кликайте по ссылкам из писем неизвестных доброжелателей. Пятое. Перепроверяйте любую информацию о блокировке карты, отказе в проведении операции или других проблемах с картой. Для этого звоните на горячую линию банка и только на нее. Телефон для экстренной связи всегда указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте банка. С сентября 2018 года банки могут приостанавливать денежные переводы и платежи с карт, если они выглядят подозрительными. Такие правила безопасности прописаны в законе. Сомнение у банка может вызвать платеж в другой стране, особенно если раньше клиент за границу не ездил. Или если вдруг с карты пытаются списать необычно большую сумму, а если с одной и той же карты вдруг единовременно идет веерный перевод сразу на несколько карт, это точно повод для банка остановить транзакции и временно заблокировать карту. Основные признаки подозрительных операций определил Банк России, а банки имеют право дополнить их собственными критериями по итогам мониторинга поведения своих клиентов. Если операция попала в число подозрительных, банк обязан немедленно связаться с клиентом, чтобы выяснить, действительно ли он давал согласие на этот платеж или перевод. Если банк не получит ответ в течение двух дней, то разблокирует карту и проведет транзакцию. Если же клиент подтвердит операцию, то и платеж, и карту разблокируют немедленно. Ну а если владелец карты сообщит, что не делал этот платеж, банк отменит операцию и предложит перевыпустить карту.